Привет друзья мои! В Новосибирске бабье лето, чудесная погода. Если бы с удовольствием гулял с утра до вечера и снимал для вас репортажи, но не всегда получается, да и ладно. У меня сегодня необычное интервью из серии «Вблизи», но только это будет «Вблизи» отчасти со мной самим. Дело в том, что однажды ко мне подошла замечательная журналистка. Сейчас, сейчас, сейчас. О, она уже машет издалека. Рояль в кустах здесь. Вот он, Рояль в кустах, да. Привет, Тимур. Привет. Мы с тобой будем разговаривать сегодня вдвоем, потому что предложено было сделать интервью со мной. Да. Наташа Дмитриева предложила, извини, Чернова. Ну, Наташа Дмитриева-Чернова предложила Тиму Ханову сделать интервью. Сделать интервью, на что я тут же согласился, но при одном условии, что это будет двойное взаимное интервью, потому что, ну, мне так интереснее. Да и проще разговаривать с человеком на равных. Я еще учу себя, возможно, называть себя журналистом, потому что и работал журналистом, и сейчас то, что я занимаюсь, может быть, отчасти напоминает журналистику. Ну, и вот с коллегой. Общаться на равных мне хочется. Давай так. Мы сейчас раскроем несколько секретов этого журналистского мастерства. Да. Потому что, наверное, будет интересно. Ведь вы читаете газеты, смотрите телевизор. А как работают журналисты? Вот вы же видите только результат. Скажи, пожалуйста, вот ты готовилась, разумеется, ты готовишься к каждому интервью, да? Да, я готовлюсь к каждому интервью, но когда я встала к интервью с Тимуром Ханновым, он понял, что это бесполезно, потому что все вопросы умные у меня были из головы, у меня так часто бывают, они постоянно вылетают. И поэтому я иногда импровизирую, даже во время сложных интервью. То есть иногда импровизируешь, но обычно у тебя все вопросы закатываются заранее. Ну, у меня нет такого, что я пишу их на бумажке. То есть они мне в голове. Вот это что. Да, в голове, в моем файле, то есть когда я с собеседником идет какая-то беседа интересная, то есть я достаю нужный файл, вытаскиваю его из головы, открываю его. Были случаи, когда ты... Да, он перебивает, он перетягивает одеяло на себя. Да, были случаи, когда ты раз и забывала вопрос, или потом, а, вот что-то такое важное не спешил. Ой, конечно, забывало. Что, приходилось возвращаться к собеседнику? Нет, 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 нет. Я уходила на другой круг и подводила наш разговор так, чтобы он, чтобы этот вопрос был логичен, чтобы не было тогда. Ну, нет, я имею в виду вообще, закрыл, разговор закончили, уехала там. А, да, было такое искажение. Что, приходилось снова переспрашивать или что, нет? Нет, 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 ну, значит, так нужно было. Значит, вопрос был неуместный. Ну, не судьба. Ну, не судьба, да. О, давай, теперь ты меня спрашивай. Мы договорились, что будем разговаривать по очереди. Да, по очереди. Ну, конечно же, первый вопрос, потому что Тимур Ханов для нас, для автористов... Так, давай, уточним, для кого ты берешь информацию? Да, это я работаю в газете, ведомости законодательного собрания Новосибирской области. Это серьезная правительственная газета. Я в ней работаю. Там чудесный совершенно редакторский состав. У нас Елена Геннадьевна Квасникова, наш главный редактор, потрясающая, креативная, прогрессивная. Я вижу, вижу, на меня вышли. Да, и поэтому мы решили сделать интервью с Тимуром Хановым, как с одним из прекрасных полевых журналистов, которых сейчас в городе осталось очень немного, на самом деле. Спасибо. И вот первый вопрос к Тимуру Ханову. Как ты на вот этот формат свой, вот этот живой, вот этот, ну, вышел? Как ты его придумал? Ну, понимаешь, что ты его не придумал. Ну, почему вдруг он возник у тебя? Ты за это не получаешь никаких денег, никаких преференций. Откуда ты знаешь? Ну, мне так кажется. Мне тоже так кажется. Ну, как я вышел? Во многом это получилось интуитивным. Сначала мне, как инженеру, было интересно попробовать телефон в качестве, вот, как он снимает, как он работает в какую-то, в разную погоду, там, в разных условиях, что такое трансляция. Я увидел, как делают другие люди трансляции. И первоначально трансляции я делал, тогда это можно было только в перископе. И аудитория была совершенно потрясающая, в основном, школьники. И больше так, вот я иду, вот я разговариваю сам с собой. Устраивал некоторые эксперименты, например, один эксперимент, который обязательно повторю, теперь в Фейсбуке. Я устраивал конкурс комплиментов. Отлично. Поподробнее, пожалуйста. Я подходил к барышням и говорил им какие-то комплименты, а мои зрители выбирали, какой из них получился лучше, когда барышня лучше. То есть такой интерактив. Ну да, интерактив. Это вот тогда и началось. А поскольку я раньше уже работал журналистом и политикой занимался, то к людям подойти у меня уже такого препятствия не было. Ну и постепенно мне захотелось рассказывать, показывать город. Сначала сам Новосибирск. Какие-нибудь вот, вот смотрите, вот мы сейчас подходим, вот там поют кто-то. Дальше одна из тем, с которых я начинал, это была музыка улиц. Я подходил к уличным музыкантам, они мне очень нравятся. И показывал песни, снимал, тем более, что для этого. Мне очень нравится этот формат, вернее, эта технология, потому что просто вот так вот берешь в руки телефон, идешь и снимаешь. Ничего для этого не нужно, никакого специального оборудования. Это прямой эфир, да? Да, это прямой эфир, здрасте. Здрасте. Это вообще шикарно. Здрасте, меня зовут Адам. Я представитель Ханман Карден. Спасибо, Адам. Спасибо, да, всего доброго. Вот у нас уже в эфире. В чем хороший живой эфир, если там уже подойти человек и по делу, не по делу. Немножко пропиариться, да. Да, уже начали охотиться. Иногда люди видят, что я где-то делаю. Прямой эфир, подходят, говорят, привет, Тимур, я тебе. Это как в Польшу есть дамужный, передам привет своей маме, да? Да, 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 почти. И потом я всегда интересовался какой-то политикой. Да, и тут получилось политика, кстати. В каком смысле? Мы с группой товарищей начали заниматься подготовкой и проведением митингов по поводу повышения тарифов. Это было больше года назад. И тогда тоже общественно-политической тематикой, поскольку когда-то я занимался немножко политикой и работал в правительстве, и с мэром, так и так далее. У меня осталось вот это вот желание что-то показать, мнение свое выставить, кто-то тоже показал. Но постепенно я стараюсь отходить, да мне уже не меньше хочется рассказать собственное мнение, мне хочется больше показывать людей. Поэтому я перешел к формату, который случайно назывался «Вблизи». Я несколько месяцев я подходил, охотился или как, нет, я караулил исполняющего обязанности губернатора Травникова и пытался у него... Когда он только приехал, я ему хотел предложить, ну пойдете по городу, я вам город покажу, ему про себя расскажете. Мне он был интересен как человек, но подумал, что моим зрителям это будет тоже интересно. И поэтому, и однажды он согласился, неожиданно для меня, может быть даже несколько неожиданно для себя. И там возникло вот это слово «Вблизи». И формат сложился на ходу, импровизационно отчасти. Сами разговоры идут в импровизацию, хотя я тоже стараюсь готовить вопросы. По крайней мере, не забыть какие-то важные темы. Вот, например, одна из важных тем, мы сейчас проходим. Вот, смотрите-ка, в Чарамайском сквере заработал, говорят, новый туалет. Вот, туда даже люди с коляской заходят, видите. У нас тоже добавляется культура в Новосибирске. Вот одна из тем, с которой я начинал, это я спрашивал власти так, где я в Новосибирске в центре города можно зайти пописать, сходить в туалет. Почему нету такого места? Я заходил демонстративно в мэрию, например. Вот такая политика тоже. То есть это все получается, и этот мой формат, он развивается сам на ходу, он не законченный. И будет, ну, как-то, как захочется мне, и еще я буду ориентироваться на интересы моей публики тоже. Но в большей степени интересуюсь на собственный интерес. И я рад, что он совпадает с интересами моей аудитории. А вот интересно тебя спросить. Ты как-то получаешь отклики от своих публикаций, кроме оценок работодателя, редактора и коллег? Ну, ты имеешь в виду именно отклики моих респондентов, моих читателей? Нет, именно читателей. Не те, кого ты спрашиваешь, а кто тебя читает. Это что-то, ой, как здорово, вы написали, пришло такое письмо из деревни какое-то. Ну, бывает такое. Ну, я, видимо, в всех собрания работаю всего полтора года, да, то есть я устроилась на работу где-то в 2016 году, в марте. Отклики бывают, в самый раз, насколько, конечно, это фейсбук и происходит, то есть под моими там статьями начинаются какие-то комментирования, потому что я выбираю темы тоже, которые мне очень близки. А какая это? У тебя за тобой запределяет какая-то сфера? Ну, я сейчас занимаюсь в основном социальной журналистикой. Я хочу сказать такую вещь, знаешь, есть такое устойчивое выражение, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак, да? Так у меня все наоборот. Чем больше я узнаю людей, тем меньше я люблю собак. Потому что для меня человек – это огромный-огромнейший мир и со всеми вытекающими последствиями. То есть люди тебе все более интересны? Да. С точки зрения гуманизма, с точки зрения социологии, с точки зрения антропологии, с точки зрения погружения в какой-то процессы. Мне интересны люди, находящиеся на каком-то жизненном разрыве. А вот твати, что человеку, он тебе неприятен, ты его не любишь, ты не хочешь с ним разговаривать? У меня это было, наверное, в самом начале, когда только началась заниматься журналистикой. Это в 95-м году. О, как раз вопрос, где ты когда начинала? А я, это очень интересная история, я по первому образованию театральный режиссер народных коллективов. Я закончила кулёк, работала в доме как театра, в глобусе, в студии в танцике танцевала, работала в старом доме помощником режиссера. То есть у меня такая очень бурная театральная биография. То есть ты такой высококультурный человек. Очень высококультурный. А в 95-м году я уехала в Кузбасс по семейным причинам и в такой маленький город Киселёвск. Он очень известен на карте тем, что там был в те времена ментовской передел, это «Белая стрела», там работала ментовская. Это те самые, те самые, в 90-е годы. Да, 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 да. И там не было театра. Я пошла работать в газету «В бой за уголь». Это была моя первая газета. И, собственно говоря, и главный редактор называет Наталья Дмитриева. Надо же, Наталья Дмитриева. И ты, Наталья Дмитриева. И да. И она вдруг что-то во время увидела, такой интересный стал меня, в общем-то, учить. То есть у меня 25 пунктов в шахте. То есть ты сама учка. 25 пунктов в шахте? Да, в шахте, да. Ничего себе. У меня даже медаль Тулеева за особый вклад в развитие Кузбасса и за спуск в шахте. Это героическое дело. Просто спуститься. Тем более, такой, я скажу, невеликой девушке, театральному режиссеру. Но я понимаю разочек там, другой. Мне 25. Причем в спуске были разные. А зачем? Ну, я делаю репортажи о шахтерах, потому что мне они... А нет, ну шахтеры же и на поверхность тоже поднимаются. А в шахте оно совсем другое. То есть ты видишь человека в его жизненных ситуациях, в которой он находится. В его рабочей ситуации, профессиональной. И когда допускаешься под землю, увидишь, как он работает. И как, в каких ситуациях находятся, ты начинаешь его трудно то, что уважать. Ты начинаешь просто перед ним преклоняться, потому что, ну это да, это... И тогда уж, перед тем, как ты мне задашь следующий вопрос. Да, да, да. Самая вот интересная ситуация, как у тебя в твою журналистскую карьеру попалась? У меня была такая ситуация смешная очень. Меня позвали на шахту Соколовскую делать репортаж. А там был горизонтальный спуск, нужно было идти 2 километра, ну такую под горочку. Меня, значит, ввел мастер Николай Николаевич Дронов, значит, и на мне, значит, был надет ватник. А там же, перед тем, как ты поспал с шахтой, ты переодеваешься полностью. То есть ты надеваешь кирзачи, всякие вещи, телогрейку, самоспас, таску, с фонариком, конечно. И, значит, идешь уже в шахту спускаешься. Я прихожу в бойку, значит, чтобы, ну, переодеться при скуске в шахту. Стоят, значит, крызовые сапоги и два махровых полотенца, чтобы, видимо, я после шахты потом после скуске помолилась. Их оставила, и надела кирзачи 45-го размера на тонкие капроновые колготки, свой 35-й размер. И когда мы стали спускаться с Николаем Николаевичем по вот этому горизонтальному спуску, там же болото, у меня зловят сапог. И то есть вот это, и он подходит ко мне и говорит, Наташа, а где портянки? Я говорю, не было портянок. Он, как не было? Я говорю, ну, там какие-то белые махровые полотенца. Мы тебе, как Тулееву, самые лучшие портянки положили. Ну, это такие статы. Кстати, из моей журналистской практики, когда я работал в газете, на одно из самых интересных интервью у меня было в Стулееву. Он мне показался, что очень интересный. В Замангумирующем? Да, да, да. Он очень интересный, умный такой, очень интересный, как человек, как собеседник. Но это было в 2000 году, он еще не был, как сейчас. Ну, да. Ситуация была несколько иная. А самая интересная ситуация сложилась, когда, ну, не знаю, в твое интервью, я был на афинажном заводе, когда я работал на радио уже, не в газете, а на радио. Тогда только возрождался афинажный завод. Вот тут, который на библиотеке на Восходе. Не на Восходе, а в начале улицы Богаткова. И он, мне показали, как делается самое чистое золото. И там множество интересных опытов с золотом. А самое главное, что прежде чем туда зайти, у них человек заходит на завод голым. Да, 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 чтобы там ни капли грани, ни грамма золота. Да, ни внести, ни вынести. То есть человек раздевается, свою гражданскую одежду оставляет и переходит через актера в другую часть раздевалки, в которой одевается рабочая одежда. Ну, меня, к счастью, или не к счастью, не знаю. Короче, меня только попросили обурчальное кольцо снять. У других больше я ничего не снимал. Но там было очень интересно. Ну, ладно, давай твой вопрос. Ну, вопрос у меня такой. Дело в том, что я там, собственно, опыт узнаю, что, например, мне даже сейчас с моим стажем жуалейским, иногда очень тяжело подойти к человеку и начать его отрезать вопросами. Ну, мне как-то совестно. Вот человек занят, а я его терзаю. Вот скажем, у тебя спокойно с этим? Как это вот, когда ты подходишь к человеку, вылавливаешь его, караулишь его? То есть, собственно говоря, ты вторгаешься в его личное пространство? Понимаю, понимаю. Ну, во-первых, я учитываю, конечно, ситуацию. И, скажем, когда я караулил губернатора, я не каждый раз на него направлял камеру там, или там бежал с каким-то острым вопросом. Это даже было реже, чем в половине случаев. Порой там просто подходил и смотрел по ситуации. С другой стороны, иногда человек, ну, человек такой же, как губернатор, вот это его работа, в том числе, вернее, его, пойдем тут, наверное, его, особенность его деятельности заключается в том, что он открытый, он, ну, вынужден терпеть вот таких наглецов. Некоторая наглость для того, чтобы получить информацию, она вообще как нам, журналистам, нужна. Ну, разумеется, с учетом правил приличия, по крайней мере, ну, я же не лезу к нему домой, там, например, или к ним кому-то еще. Или вот как я подхожу к людям на улице? Я, когда я подхожу и своим видом показываю, задаю свой вопрос, сейчас мы можем к любому человеку попробовать. И с каким-то вопросом, если человек говорит, я не хочу, или я вижу, что у него нет настроения, я или не подхожу к нему, или сразу говорю, извиняюсь, я отхожу. То есть это учитывается, конечно, но с другой стороны, мне хочется сделать то, что интересно мне самому, и учитывать интерес моей аудитории. Аудитории интересно узнать ответ на вопросы, поэтому при всех... Да и порой у нас... Вернее, люди стали сейчас в наше время намного более открыты, они не боятся, особенно тех, кто помоложе, 30-ти запрестают. Вот мы... Эксперимент проведем. Да это просто вопрос надо какой-нибудь придумать. Извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут, можно я вас спрошу? Я опрос на улице Новосибирской делаю. Вам доводилось когда-нибудь давать интервью журналисту? Нет. Не доводилось? А вы бы хотели? Я нет. Нет? Ну тогда извините. Спасибо. Ну вот. Это такой... Вообще вопросы... И вопросы я задаю достаточно приличные чаще. Ну да, да, да. Поэтому, хотя, скажем, взблендило меня спросить Андрея Александровича насчет... Дарил ли он своей жене интимные подарки. Ну и иногда надо... Меня ругают за то, что я делаю разговор часто сбивчивый, путанный, вопросы перемежевываю. Но мне кажется, вот этот способ не дает человеку замкнуться, и разбивает, больше открывает на откровенность. И потом вот этот еще найденный случайно опять же с ним манера сниматься на ходу, вот как мы сейчас с тобой снимаемся. У меня есть такая маленькая... Вот я сейчас расскажу свою уловку. Мне кажется, когда человек идет, не сидит, вот знаешь, как ты приходишь к какому-нибудь начальнику делать интервью. Он сидит, он загородился своим столом. Вот. Он уже весь настроился. Он такой весь сосредоточенный, зажатый. А тем более, когда я-то больше хочу, рассчитываю на некое отправление, чтобы было интересно зрителю. И поэтому... А когда человек идет, ему все равно приходится смотреть на окружающую обстановку. Ему приходится переставлять ноги. Вот, грубо говоря, вот сейчас я иду, я забыл, что у меня... У меня гипс на ноге. У тебя гипс на ноге? Почему? Палец сломал. Ну там небольшой гипс. Я про него забыл в сей момент. Только что шел хромал и забыл. Потому что, с одной стороны, отвлекаешься от обыденности, но ходьба, окружающая обстановка не дает сильно замкнуться на разговоре, сосредоточиться. И человеку легче раскрыться. Мне кажется, в этом есть свое преимущество разговора на ходу. Ученые говорят о том, что когда человек ходит, у него мозг начинает очень активно работать. Это же научно доказано. О, значит, я беседую с умными людьми. Потому что на ходу никто не глупый. Да, да, да. То есть кровообращение и, в общем-то, какие-то процессы начинаются. Именно то, что вот в Академии Городки же не зря сделали сегодня дорожки, очень много дорожек, гуляющих для наученых. Для того, чтобы люди ходили и думали, и во время ходьбы приходят какие-то откровения и мысли. А у тебя есть какие-то секреты своей журналистки? Тем более, что ты же режиссер, ты изучала психологию, понимаешь психологию людей. Это моя мечта вообще психологом стать. Ну вы же изучали психологию, да? Ну как же вам же надо это? И вот как ты вскрываешь человека, если вот он зажатый, он не хочет тебе давать информацию, или ему не хочется разговаривать? Какие-то приемы есть свои стандартные? Или каждый раз импровизация? Импровизация. У меня нет какого-то приема, то есть вот такого прямо какого-то серьезного. Я единственное, что очень помню, то есть, ну, видимо, какие-то вещи, какие-то внутри меня какие-то происходят, потому что когда я работаю в Черненовосибирске, это было в нулевых годах, и наши редактора говорили о том, что отправьте типа Наташу Дмитриеву для интервью, потому что она там разговаривает даже в БТР. Не знаю, я... Молодежь интересная, это кусок какая-то. И скажи, пожалуйста, ты никогда не сожалела о том, что тебе не хватает образования как журналист, что ты не училась на журфаке? Нет, а дело в том, что я считаю, что журналистика это прежде всего опыт, это совокупность житейского опыта, опыта именно полевой журналистики, то есть никогда ты слышишь в опыте, если занимаешься копипастом, да? А когда ты выходишь, ты общаешься с людьми, ну, это, конечно же, опыт. Опыт общения с людьми, опыт услышать человека, вытащить из него. Даже не вытащить, а услышать то, что он говорит тебе, и он говорит тебе, потому что мы же иногда как бы, ну, не слышим. Ну, ты умеешь слушать, да. А нужно настроиться. Не такая проблема, надо уметь слушать. Нужно на него настроиться, и он тогда тебе расскажет все, что тебе нужно. Ну, я никогда ради корысти какой-то, какой-то выгоды и не делала интервью, собственно говоря, никогда не занималась какими-то желтыми очевидными, открытые желтые вещи. Да. Ну, рекламы, конечно же, мы все писали и, наверное, пишем, да. Это как бы сейчас такая, ну, ситуация, что… А обман? Какой-то обман, когда тебе говорят, вот напиши, что это не черное, а белое, видите, за это заплатили. Прямо персонально. Ну, нет. У меня, честно говоря, такого, честно говоря, такого не было. Хотя некоторые были рекламные… То есть, как вы меня спрашивали… Да, какие? Некоторые были рекламные тексты, которые меня коробили. И, в общем-то, я всегда старалась меньше писать рекламы, потому что мне как-то не хочется своего читателя, который уже доверяет мне, есть какая-то степень доверия ко мне, как к журналисту, мне не хочется его разочаровывать. Слушай, это как… Меня спрашивали, вот ты чиновником работаешь, а я достаточно поработал чиновником. Вы там взятки берете? Взятки. Я говорю, я не беру взяток. Почему? А мне не дают. Еще очень интересен такой вот аспект, раз мы говорим о журналистике, то есть очень часто даже в Фейсбуке я вижу, то есть выложена какая-то статья, человек все не соглашается с этой статьей, даже с этой концептной статьей, он сразу пишет, это заказуха. Кто тебе заплатил? А, ну да. То есть это вот какой-то вот странный совершенно менталитет вот наш, видимо, так называемый российский, там, новосибирский заказуха. Если странно или что-то очевидно. Да, и что-то мне не понравилось, и я с чем-то не связалась с каким-то мнением в статье, всю эту заказуху. То есть вот есть такая, да, есть такая, я с этим вспомнилась. Замечательная погода. Да. А почему бабье лето называется бабьем летом? А вот не знаю. Мне, так вот, я тебе расскажу, мне, почему бабье лето называется бабьем летом, рассказали мне именно люди, которые… Бабы, в том числе, которых я опрашивал на улицах. Да? Да. И оказывается, потом я проверил по интернету, который все знает, что действительно бабьем летом называется вот это вот осеннее потепление, когда закончились полевые работы. Понимаешь? Когда и женщина освободилась от этих забот, вот есть перерыв между там летними и зимними хлопотами, и хоть есть некоторое время отдохнуть. И себе любимое, уделить какое-то понимание и время. И оно короткое. Ну тут еще ирония, может быть там отчасти, как относятся женщины к своей внешности, к возрасту и так далее. Что бабье лето – оно короткое. Тут сработало сразу и то, и другое. И эта фраза поэтому закрепилась. Ну в этом году хорошее такое, затянувшееся. А у тебя была вот такая ситуация, например, когда ты подходил с вопросом к человеку, и потом тебе было неудобно за то, что ты его спрашиваешь? Ну вот на каком-то даже эмоциональном. Ну редко так бывало, потому что все-таки я как-то думаю, к кому подойти, а чего спросить. Были случаи, когда я подошел к человеку, он буквально оттолкнулся, говорит, у меня машину там увезли на штрафстоянку. Это горе. И он побежал, а у меня был… Ну короче, иногда бывает… Ну видишь, что люди там… Ну короче, в последнее время таких неловкостей не было. А когда я работал журналистом как профессионально, как на радио, на телевидении работал, в газете, в интернете… Честно говоря, не помню, чтобы мне было сильно стыдно. Знаете, была ситуация однажды, когда мне было неловко. Я сделал заказной материал для газеты «Коммерсант» по поводу рейдерского захвата одного завода. Угу. И сам директору завода предложил, давайте, вот для решения ваших проблем, я вам помогу обратиться к депутату, ну высокого уровня. Вот. Сказали, давай. И я вышел на помощник этого депутата. И как я понял, помощник депутата высокого уровня… Как бы это назвать-то… Кроме «Спасибо» еще получил некоторые другие формы благодарности от заказчика. Вот тогда мне было перед ним не очень ловко. Понятно. Бывают такие ситуации не очень приятные в жизни. Тимур, а вот о тебе, твои окружения, твои друзья, не говорят ли о том, что, ну, зачем ты вообще что-то делаешь? Монетизируйся как-нибудь уже. Ну, а, есть два варианта. Есть вариант редкий, которые говорят, да ну ерунда, это неинтересно, или ты там пиаришься, вот есть такое замечательное слово, ты пиаришься. Да, пиарю. Да, пиарю. Пиарю в смысле хвастаюсь. Те, что некое тщеславие удовольствие получаю, когда сделаешь что-нибудь, понравится не только тебе и окружающим. Мне это нравится. Реально. Это те, ты молодец. Ну, конечно, когда там поставят лайков. Особенно, знаешь, когда очень интересно, когда сделаешь какую-то фотографию, например, или какой-то материал, который тебе не кажется каким-то интересным или выдающимся. И вдруг народ начинает нахваливать, ставить лайки, говорить, какой ты молодец. И ты потом посмотришь, точно шедевр. Ну, почти. Тимур, еще вопросы? Подожди, я не закончил. Насчет того, почему не монетизируют. Есть разные варианты монетизации. Говорят, что там блогеры много денег зарабатывают в том же Ютубе. Да, есть такие блогеры, которые много зарабатывают. Но у них миллионы просмотров. И только тогда идут деньги с широким потоком. А чтобы получить миллионы просмотров, ну, я не знаю. В том формате, в котором я работаю, это не просто. Локальная тематика, новосибирская тема. И темы общественные, в общем, чаще всего. Ну, не трудно набрать миллионы. У меня же, по крайней мере, мне. Тем более, что из этих миллионов очень много молодой публики, на которую я тоже ориентируюсь. Ну, разница, наверное, не очень получится. Другой метод монетизации – это привлечение спонсоров. Ну, кто такие спонсоры? Спонсор чаще всего может захотеть какие-то условия поставить. Вот у меня было предложение. Я сказал, замечательно, согласен. Но при одном условии. При каком? Никаких условий. Хорошо, что я могу еще у кого-нибудь деньги попросить. Ну, с тех пор я жду ответа этого спонсора. Или там… А третий способ – это вот я пробовал уже, краудфандинг. Когда обращаешься к своих зрителям и говоришь, ребята… А так пользуются, например, известный Бабченко, которого то убили, то не убили. Он пишет, ребята, я для вас писал. Вот мои счета. Кто сколько может, бросайте денег. Такой краудфандинг, такой формы. Я попробовал… Да, были люди, которые бросили мне деньги. И даже есть люди, которые… Даже по несколько тысяч от одного человека приходило. Ну, это немного. И на это жить. Для того, чтобы жить полностью, отвлечься от своей прежней профессии, ну, тут настолько не проживешь. А моя первая профессия, одна из первых профессий – это программист. Вообще их мне много профессий. И программирование требует, по крайней мере, так, как это я делал, требует очень сильного, большей сосредоточенности. Вот надо сидеть, очень много, так, схватившись за голову, не отвлекаясь, даже не то, что на минуту, там. В течение нескольких часов надо сосредоточенно работать, чтобы выдать результат. Но от этого порой… А мозги, порой, оказывается, устают, так же, как скажем, мышцы. Что ты еще хотел спросить? Так вот, я все-таки думаю, что если то, что я делаю, будет иметь спрос, спрос, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, то, наверное, будет и отклик. Но я не ставлю своей задачей срочно на это много заработать. Не вижу пока невозможности. Я же это делаю с удовольствием, как писала мне одна моя хорошая знакомая. Как же за удовольствие можно еще и деньги платить? Просить. Блин, это чем-то таким, знаешь, как это говорят. Первая древнейшая, вторая древнейшая. Чего ты попали? Да. Ты же общаешься постоянно с горожанами, да, со всякими, с молодыми, с пожилыми, с разными совершенно. Вот ты какой-то общий муж портет горожанина написать? Какой он сейчас стал? Добрый? О, ты очень хорошо сказал сейчас. Да, сейчас. Потому что моя журналистская деятельность начиналась еще в те самые 90-е. Моим учителем был Амир Нагуманов в радиопрограмме «Микрофорум». И тогда я уже пробовал. Профессионально работал журналистом, хотя бы образования не было. И, ну, поскольку я уже не так юн, я тоже помню хорошо и советские времена, как люди были. Вот как сейчас люди стали. Люди стали намного более свободными, раскрытыми, раскованными в разговоре. И тогда можно было подойти к человеку, о чем-то попробовать с ним заговорить. Но это было очень непросто, потому что чаще всего на тебя смотрели с недоверием. А если бы ты подошел еще с каким-то аппаратом, а ты, там, можно ли подумать, либо ты шпион, либо ты разведчик, либо контрразведчик. Тогда настороженность, напуганность в советское время и постсоветское было достаточно сильным. Оно и сейчас остается у старшего поколения. Но те, кто 30 плюс, извините, 30 минус, даже 40 минус, вот этот возраст людей, не вкусивших в полной мере советских прелестей, они намного легче идут на разговор, открыто, спокойно разговаривают. Очень редко я слышу, там, а ты кто такой, что тебе надо? Почти не было никогда такого. Подходишь, разговаривают. Некоторые отказываются от разговора или от вопроса. Но чаще всего человек либо занят, либо... Очень редко были случаи, когда видно, что человек не хочет, чтобы его физиономия светилась. Это чаще всего были мужчины такого, ну или там, или восточной внешности. Может, они думали тоже, что я какой-нибудь... Ну, короче, которые опасаются на всяком случае. А обычные горожане новосибирцы, народ открытый, откровенный, достаточно свободный в выражении собственных мнений. Каковы эти мнения? Они могут быть разными. Но мне очень интересно разговаривать с людьми. Потому что, вот как ты говоришь про людей и собак, что чем больше разговариваешь с людьми... Чем больше я разговариваю с людьми, тем мне интереснее разговаривать с людьми. Они очень разные, они интересные. И как бы подпитываешься еще энергией. А у меня эта энергия двойная получается. Ну да. Я подпитываюсь энергией людей, которые с этой стороны. И вот с той стороны экран еще смотрят сейчас на меня. Вот я сейчас иду и даже не вижу. Там кто-нибудь что-нибудь пишет. Народ пишет какие-нибудь комментарии. А я их не вижу, потому что я смотрю не на экран, а в другую сторону. Кстати, надо сделать... Сейчас, секундочку. Одна проблема у меня как в ретрансляциях. Эта батарейка может садиться, поэтому я принимаю некоторые хитрые меры для того, чтобы экономить батарейку. А еще у меня есть хитрости. Какие? Какие? Например, для того, чтобы получить интересную технику, я завел себе детей. Это как? Вчера я перестал быть кормящим отцом. Моему младшему сыну исполнилось 18 лет. Поздравляю. А еще двое старших, они еще старше. У тебя трое мальчиков? Нет. Сашенька – это дочка у меня. Старшая дочка, потом сын и еще сын. Мальчик и мальчик. Мальчик и сын. Вот. И сын вырос, ну, в смысле стал совершеннолетним. И я, наконец, через треть века перестал быть... Вот это слово «ежделенец», а те, кто... Ну, отцом «ежделенца». Нет, нет. Донор и акцептор, может быть так. Да, да, да. Ну, короче, я отцом быть не перестал. Я моих очень люблю и, по мере, возможно, способности с ними вместе. Ну, так вот, а почему мысль? Я вот уже так гордость, знаешь, хочется похвастаться, потому что я такой вот отец-разотец. Когда-то я покупал детям игрушки, а теперь сын мой. Пришло время. Купил он себе стабилизатор для телефона. Я взял попробовать. И вот теперь уже в течение нескольких месяцев пробую ему назад не отдаю. То есть теперь я играю в те игрушки, которые покупает мой сын. Так что заводите детей, покупайте им игрушки. Это хорошие инвестиции в будущее. Да, они вам вернут. По крайней мере, они могут завести вам внуков, с которыми вы снова сможете поиграть. В смысле вот вопрос такой, да, вот мы с тобой говорим, да, поиграть. А вот жизнь же немножко же игра. Вот ты же играешь, когда вот общаешься. Конечно, конечно. Ну, играюсь, придуриваюсь и... Ты знаешь, еще есть вот такой интересный психологический опыт. Опыт над самим собой. Расскажи, вот это очень интересно. Опыт над самим собой, потому что действительно подойти к человеку ни с того ни с сего. Вот особенно ты вот, когда ты вот идешь... А, я тебе расскажу прием. Когда ты идешь, подходишь к человеку и ни с того ни сего вдруг заговорить на улице. У нас это не принято, по крайней мере у русских. В нашем обществе нет такой привычки. И вообще на тебя могут посмотреть... Ну, можно подойти к человеку, спросить как там, куда проехать. Или там резко попросить помощи в крайних случаях. Это можно у нас откликнуться. А вот просто заговорить трудно. Прием, берешь телефон, разворачиваешь его. И уже с телефоном, ты смотришь больше в телефон. Или человек смотришь, что ты к нему вот так вот. Человек, смотри, вот видишь как? Я иду, подхожу к тебе, уже у меня телефон. И внимание идет, особенно микрофон этот, все это. И внимание уже отвлекается. И ты уже работаешь не только с человеком, который... А вот эта вот аппаратура, она превращается в средство некоторого разделения психологического. А ну да. Такой маленький барьерчик. А это как рампа между сценой и зрительским залом. Да получается. О, ты как режиссер это хорошо понимаешь. Да. Пойдем опять по лесочку. И я за нее прячу. Отчасти я прячусь за телефон. Да. А кроме того, мне очень еще нравится... Но при этом, если я делаю интервью... Вот если бы мы делали не в твоем интервью, я бы делал интервью вот так. Понимаешь? А почему? Вот посмотри на меня. Понимаешь почему? Да, конечно. У тебя... Я не вижу твой рот. Ой, нет. Ну я же... Зато ты видишь... Я вижу твои глаза. Да. И я вижу, я смотрю в тебе в глаза. И вот этот манера, вот этот способ работы вблизи мне очень нравится, когда я разговариваю с человеком глаза в глаза. Понимаешь? Когда человек раскрывается лучше, пока он выглядит интереснее. Да. Выглядит интереснее, конечно. Ну вот, мы же с тобой ставим свой небольшой спектакль. Ну да. Двойное интервью. Да. Еще что-то хотела спросить? Ммм... Как твои дети относятся к тому, что ты делаешь? Твои сыновья. Они говорят, папа, ты... Дочка, папа, ты вообще взрослый, серьезный мужчина. Что ты бегаешь? Дочка меня поддерживает. У нас с ней вообще взаимопонимание замечательное. Сын старший тоже стал делать свой блог. Он путешественник. Там даже любит всякие штуки экстримальные, экстремальные. И он стал снимать блог. Я уже выставлял у себя в Фейсбуке ссылку. Кто на Белуху забирался, кто на Казбек и снимал об этом, и монтировал в своем фильме. А, я теперь еще забыл рассказать тебе про технологию. Ну ладно. Почему я люблю прямой эфир? Потому что я лентяй. Конечно, это очень хорошо. Потому что как журналист... Мне же писать еще придется. Расшифровывать. Писать, да. Потом писать. Компоновать, утуировать, да. И самое, что я больше всего не любил в журналистской работе, это надо вырезать что-то. Ну конечно. И когда ты сидишь и хватаешься за голову, не знаешь, все что исказанное, что же выкинуть-то. Ну хорошо, когда есть один вопрос. А когда вот такой треп идет, и много человек наговорит интересно, и потом жалко. А ты ограничен в объеме, ты должна порезать. И именно это мне не нравилось в журналистской работе. Очень много усилий именно на это. А тут... Знаете, как это? Армейский принцип. Как ракета. Выстрелил, забыл. Вот улетела в интернет. И все. Мало того, что... И потом... Упрямую эфиру свой драйв. Конечно. Он заставляет сконцентрироваться. И не только меня, но и собеседника. Я хотела тебя еще спросить. Как ты оценил современную журналистику? Знаешь, я честно очень мало сейчас смотрю журналистику. Это в классическом смысле. То есть я не читаю газет, как большинство из нас. Я не смотрю телевизор. Вчера посветил вечер. Раз в несколько месяцев я просматриваю программу, что идет по телевизору. Это не журналистика. То, что я вижу. Или очень мало то, что журналистика я вижу. Я оцениваю, что у нас сейчас журналистика стала возвращаться к советским традициям. Советским... Когда залитовано, да? Залитовано, когда журналистика – это пропаганда. Когда журналист не наблюдатель, журналист не исследует окружающее пространство. А навязывает мнение или хочет выдать определенную точку зрения. А это мы уже проходили в советское время. И мне это не очень интересно. Хотя и в советское время, скажем, в той самой «Комсомольской правде», которая превратилась давно в «Желтую газету», были удивительно интересные материалы. про природу, про Лыков, про природу, про науку и технику. То, что не касалось политики. Там бывали очень интересные образцы журналистики. Для меня журналист интересный – это тот, кто может показать мне что-то очень интересное и сделать это, во-первых, чтобы объект был интересным. Это во-первых. А во-вторых, мне всегда очень нравится, когда я вижу и говорю, вот я бы так не смог. Или вот эту идею надо себе запомнить, как здорово сделать человек, я бы так не сделал. Не сделал, в смысле, не смог бы… Извините, пожалуйста, а можно узнать, что у вас здесь происходит? К выпускному готовимся. К выпускному готовитесь? Репетируете? Да. А когда у вас выпускной? В мае. И вы уже готовитесь? Да. Молодцы. Продолжаем. А еще три – раз, два. Слушай, а ты помнишь свой выпускный? Помню. Извини, такой вопрос получился, словно мы с тобой древней. Я помню, что мне шили какую-то, взяла, мама купила отрез какой-то очень модной ткани, голубой, золотую полосочку, люрекс, и шила мне платье у портной. А пока она его шила, я похудела килограмм на пять. Ну, это так, это вес туда-сюда скидывала. И платье было на два размера больше. Я была таким цыпленком, с длинной тонкой шейкой Наташей Ростовой. И когда пошла за тестатом, наш директор сказал, господи, цыпленочек, ты откуда? Вот это я очень хорошо помню, что все хохотали в актовом зале. Ну, вы проводили, вот такие репетиции проводили? Нет, нет, нас заперли в спортзале, мы там потанцевали, выпили портвейна. В пять утра открыли дверь, и мы пошли на набережную встречать рассвет. Собственно говоря, все. Ну, тут все, весь выпускной был. Да, да. А мне вообще не довелось иметь выпускной, потому что я учился в выпускной, потому что я учился 8 классов в школе, а потом учился в техникуме, и там у нас какого-то особенного выпускного не было. Да какой выпускной-то? Сейчас же сентябрь. Вот и я. Она же спросила, они сказали, май у них. Они репетируют то, что будет в мае. Да вот особенности современных людей, современных журналистов, что все меньше становится импровизацией или там живьем, как мне кажется. А с другой стороны, вот я уже сказал, свобода и откровенность своей людей очень высока. Вот ты спросил, я повторю ответ на вопрос. Когда я вижу наш телевизор, например, газеты я не читаю, извини. Ну, то, что в интернете я могу видеть, а то, что я смотрю по телевизору, а потом выхожу на улицу и вижу совсем других людей, совсем другую атмосферу, совсем другой уровень откровенности, искренности. И мне вот кажется, вот это не хватает современной журналистики. По крайней мере, вот это вот, то, что мы видим в традиционных СМИ. А то, что я вижу, зато есть ютуб, это тоже журналистика, хотя она не называется таковой. И чаще всего этим занимаются какие-нибудь любители. Я не знаю, скажем, тот же Дудь, с которым меня пытаются сравнивать, которого со мной пытаются сравнивать. Вот он по образованию журналиста или нет, он вот импровизирует, он нашел свою нишу, сделает. Больше никто это в таких вот интервью, по крайней мере, не видно, что вы делали. Бывает, ну, там тоже старается, хоть видно, что подчищается, но в основном идет откровенный разговор спокойный. Мне нравится вот такой режим. Может, я просто мало вижу современной журналистики, но она мне почему-то не интересна. И то, что, скажем, мой учитель и человек, которого считаю одним из асов новосибирской журналистики, Амир Нагуманов, он ушел из профессии, сейчас на пенсию ушел и не собирается возвращаться. Вот. Для меня это тоже один из показателей. Хотя вот он, кстати, тоже по образованию инженеров. Ну, тут я, наверное, еще и ленивый. Скажем, я мало читаю то, что пишут, скажем, про театральные критики там или культурные вот эти журналисты. Вот как ты пишешь на культуру. Поэтому вот зато всегда у нас теперь есть такая журналистика клиповая, фейсбучная. Ну да. Она туда переходит выражение общественного мнения и там его можно увидеть. И вот существует у нас в Сибирске несколько сотен людей, коммуницирующие между собой, скажем, через Фейсбук или ВКонтакт. Ну ВКонтакт там помоложе. И у них своя внутренняя журналистка. Например, что там? Ты видел, что написал? Казадуй. И никто не спрашивает, кто такой Казадуй. Да. Все уже знают, что Казадуй, доктор наук, туда-сюда. Он что-то там написал. Вот он тут свои исторические вещи писал. Или там Мазу что-то где-то или… Ну есть у нас люди, несколько человек в интернете. Вот это… Я туда переместился. Я там живу. С 93-го года. Ничего себе. Ну ты выходишь сюда, на улицу, к живым людям из интернета. Да, это было для меня открытие. Ты расскажи про свой Дед Интернет. А, Дед Интернет. Ну вот так меня и называли, когда я вышел первый раз рядом в… Я тогда уже был с бородой, чем немало удивлял зрителей Перископа, в основном школьников. И они меня прозвали Дед Интернет. Отлично. Вот. Я думаю, ты знаешь, мне кажется, вот журналисты профессиональные, если была возможность работать не в традиционных СМИ, а вот в таком режиме интернетовском, многие бы с удовольствием туда пошли, потому что там… Там он поет. Слышишь песня какая? Я свободен на него, а не во сне. Я свободен на его, а не во сне. Потому что у вас ведь множество ограничений, так или иначе. Да. Ты ограничен форматом, то есть размером. Разумеется, да. Ты ограничен тематикой. Да. Тебя, по-моему, не ты выбираешь порой собеседников, а тебе. И говорят, там возьми на того или другого. Пойдем немножко, пойдем поправлю с сонышкой. Да, сейчас покажем, все посмотрим, кто там. Жуми ветра за спиной, я забуду голос твой и от той любви твой. Нас смотрит некто Михаил Чернов. Наверное, одна фамилия. Да, это мой одна фамилия, да. Михаил Чернов мой одна фамилия. Я хочу... Ребят, давайте поздравим Наташу и Мишу Черновых. У них на днях была свадьба, с удовольствием ее показал. Вот еще один из видов журналистики, да? Живем. Да, живем, да. За интерактивной журналистикой, за журналистикой сиюмоментной. Вот что происходит, то и показывает. Или быстрый сразу комментарий. И так и будет. И вот эти... Только некоторые там длинные, умные эти комментаторы, которые... Они, конечно, останутся, но они будут все меньше интересны. Давай вот спросим людей лет 20-30. Что они читают, какие газеты. А давай, это очень интересно. Вот. Где они получают информацию, какую информацию. Это очень... А, ну, давайте я мастер-класс сделаю. Давай, 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 давай. По опросу людей на улице. Давай, пригодится. Ты же видишь, я когда подхожу и говорю, здравствуйте, меня зовут Тимур Ханов, я провожу опросы на улице. То есть, я считаю, что... Как раз ты термин Тимур Ханить. А, да. Это надо отдать должное Саше. Господи. Симушкину. Саша Симушкин придумал этот термин. Вот, кстати, еще одна прелесть интернета. Вот в чем. Мы с Александром Симушкиным имеем разный политический взгляд. Да, да, да. Мы по-разному смотрим на... Абсолютно по-разному. На политику там или что. Порой спорим с ним отчаянно, заочно. Но у нас хорошие, нормальные человеческие отношения. И этому помогают интернет и вот эти вот коммуникации постоянно. Он делает съемки там, я делаю трансляции, мы обмениваемся. И когда у меня сломался телефон, он первый пришел мне на помощь и привез свой, ну как, свободный у него телефон, чтобы я мог им воспользоваться. Вот я очень много новых друзей нашел, тебя тут в том числе. Да, кстати, да. Чему я очень рада. Я тоже. А ты что, что мы хотели людей спросить? А что они читают? Какие газеты читают ли вообще? Хочешь попробовать поспрашивать? Или я спрашиваю? Давай ты спрашивай. А я посмотрю. А ты спроси. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня Тимур Ханас зовут. Я делаю опросы в Новосибирске. Скажите, пожалуйста, вы газеты читаете? Редко очень. Какие газеты, если не секрет? Российская газета читаю иногда. А там что, документы какие-то или? Ну, типа новости, да, такие вот новости бывают. А откуда вообще информацию берете обычно? Обычно в университете там, в книжках читаем. Нет, а вот новости какие-то, о событиях? Новости, социальные сети. То есть через интернет, да? Да, через интернет узнаем. Телевизор смотрите? К сожалению, нет. Хорошо. Спасибо. Могу знать, сколько вам лет? 20. Спасибо. До свидания. Вы хотели ответить? Здрасьте. Нет. Вам просто интересно. А могу я вас спросить? Меня Тимур Ханас зовут. Я опрос в Новосибирске делаю. Что? Ну? Я провожу опросы на улицах. Конечно. Скажите, пожалуйста, вы газеты читаете? Да, уже нет. С моды вышли. В основном интернет, ватсап, знакомство с девушками. А, с девушками. А телевизор смотрите? Тоже нет. Тоже нет, да? А, вы так с девушками знакомились? Подходили и опросы какие-то проводили, да? Я так понимаю. Нет, я опросы не проводил. У меня опросы были другие. А то, что я сказал, что я газеты не читаю, что я постоянно на телефоне, ну, на ватсапе с девушками общаюсь. Поэтому газеты не читаю. И телевизор не смотрю. А. Потому что сейчас же все на интернете, на телефоне, там, ютуб видео, там, раз посмотришь, любое видео есть, понимаете, и телевизор не обязательно смотреть. И то, что показывают по телевизору, могут показать. Интересный сюжет могут прислать по ватсапу. Не по ватсапу. Даже по ютубу. Ссылку прислать по ютубу, да. Посмотреть там. Могу узнать, сколько вам лет? Тридцатник. Тридцатник. Ой, здорово. Мы прямо пошли 20-30. Теперь надо найти какой-нибудь сорокалетнего. Спасибо. Потом 50, потом 60, потом 70. Нормально, нормально. Я скажу, что большой разницы нет. Я уже скоро... Нет, я уже скоро... 220. Нет, 220 это... Это перебор, да. Вот это самое интересное. Нет, и ни перебор, ни разу. Не просто перебор. Нет, ты знаешь, я... Это можно отдельной темой сделать для разговора. А дай вот женщину спросить. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут. Я опросы Новосибирской делаю. Скажите, пожалуйста, вы читаете газеты? Газеты? Газеты. Ну, нет. Нет. А откуда вы информацию получаете? Из интернета. Из интернета. Это интернет за компьютером или на телефоне? И на телефоне, и в компьютере. Телевизор смотрите? Ну, я бы сказала, очень редко. Новости точно не смотрю. Канал Культура в основном, вот такие передачи. Ваши новости из интернета, да? Да, большая часть, да. Я сейчас задам нескромный вопрос. В 80-е годы помните? Ну, смутная, маленькая была, конечно. Я так возраст примерно определяю. Да, да, да. Все, большое вам спасибо, вы мне очень помогли. Пожалуйста, душу. Вот видишь, мы спросили, этой женщине как раз у нас 40-ка, так я понимаю, ну или за 40. Да, да. Она смутная по 70-е годы. А вот человек по старшему, как по набору. Вот так бывает везение. Да, да. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур Хана зовут, я просто на улице Каласибирской делаю. Да. Скажите, пожалуйста, вы газеты читаете? Нет. А откуда информацию получаете? Слухи. Откуда? Слухи. Разговоры? Конечно. А телевизор смотрите? Крайне редко, только спортивные программы. Спортивные. А слухи какие, с друзьями или как-то через интернет? Да, нет, нет, через интернет реже, в основном так, пообщаемся. А интернетом как-то пользуетесь? Конечно. Конечно. Ну что именно, там, ютуб посмотреть или с друзьями пообщаться? Нет, с друзьями реже. Смотреть результаты, заказать товары, смотреть результаты соревнований. Или сами записи какие-то, да? Соревнования? Записи. Ну футбол смотрите? Нет. Я предпочитаю лыжный спорт. Лыжный? Конечно. Конечно. Ну вы же прямые репортажи смотрите? Или записи тоже? Прямые? Не. Если не посмотрел так, то потом... А, результаты известны уже. Погузная, сколько вам лет? Погузная. 56? Отлично. Для наших с вами лет, у нас с вами хороший внешний вид. Прекрасно. Всем нас. С чем? С чем нас и поздравить, да? Всем я нас поздравлю. Спасибо вам. Слушай, какое везение. У нас тройное везение. Мало того, что мы прошли 20, 30, 40, 50. Вот поэтому 60, я еще маленько пару лет подожду, потом за 60 отвечу. А самое главное, кого мы встретили совершенно случайно. Еще один рояль в кустах. Еще один рояль в кустах. Здравствуйте. Меня Тимур Хана зовут. Я просто новоцикла Сибирска делаю. Скажите, вы газеты читаете? Да. Ведомость из ЗАГС Собрания. Ведомость из ЗАГС Собрания. Только то, что пишет жена моя. Так ты теперь уже женат. Это Михаил, кстати, кто не знает. Да, да. Если бы не ваша прямая трансляция, фиг бы я вас когда нашел. Вот он, красавчик. А в Тортал тут весь первомайский скелет. А, так ты нашел меня по... Я по трансляции вас искал, да. Я по звуку все... Потом увидел вот эту вот картинку и эти елки сюда прибежали. Слушай, а ты из ревности сюда пришел или как? Нет. Я обещал Наташе, что я приду. Он поддержит меня. А ты ревнивый? Я уже нет. А ты? Не знаю. Как-то не приходилось еще. Я же доверяю. Я вам завидел, да. В этом смысле это самое важное, что можно пожелать, чтобы ревность держалась в запасе и никогда не находила никаких поводов. И даже в голову бы не приходило. Вот я еще хочу сказать, смотри, вот мы спрашиваем людей. Читают только в интернете, да? А телевизор почти что не смотрят. Телевизор вообще получается атовизм какой-то. Согласись? Телевизор превращается в атовизм. Да, да. И то, что там стараются, показывают, пыжатся, тратят огромные деньги на вот эту пропаганду. Ребята, эй, там у власти, если кто-нибудь... Я понимаю, что те, кто тратит деньги, они, во-первых, меня не очень смотрят, а во-вторых, они тратят не для того, чтобы... Ну понятно, зачем они тратят. Чтобы там куда-то, где-то прилипает. Ребята, газеты, телевизор, извините, кроме ведомости. Мы есть в интернете, у нас хороший сайт. Да, да, да. Телевидение, ну что туда деньги тратить? Это, кстати, о краудфаге мне. Скажи, пожалуйста, ты пробовал работать в другом формате, не в бумажном, не в газетном, а таком рукописном, в радио, телевидении? Я работала в пиар-агентстве два года, когда сюда вернулся обратно в Новосибирск, я работала в пиар-агентстве. То есть я решила поменять вообще эти журналистики. Немножко подустала. Это было как раз вот алтайское наводнение на Алтай очень серьезно. Мы там очень сильно работали. И потом, когда то, что писали мы, местные новости, и то, что давали федералы, это совершенно не билось. И это меня просто убило на самом деле очень сильно. Очень захотелось сделать двумя, правильно-неправильно, правда-неправильно. Я решила уйти и решила уйти в пиар. Ну, я могу сказать, что я в пиаре ушла в компанию моих друзей, которые я давно и нежно люблю. Я провела прекрасные два года с ними. Научилась писать сценарий, в том числе, с чему-то еще. Но я так отчаянно скучала по журналистике. А вот этому общению? Просто это был какой-то… И мне она ночами снилась. Снился компьютер с текстами. Снились репортажи. Вообще просто у меня Миша тогда, он просто, господи, ну Наташа, ну хватит, это уже твое уже прошлое, надо идти немножко вперед. Я говорю, да нет-нет-нет, это моя дорога. И когда меня Елена Геннадьевна Квасникова пригласила к себе на собеседование, я пришла и подумала, что да. Я стала счастлива. А что так привлекает? Я не знаю. Тебе нравится тот продукт, когда ты видишь свои буквы, отпечатанные на бумаге, или тебе нравится процесс подготовки, или процесс общения, что это же привлекает больше? Я не знаю. Мне нравится, знаешь, мне нравится видеться компьютер, и когда какая-то очень серьезная социальная какая-то проблематика, которую я поднимаю, и вдруг у меня в голове складывается такая картина, как пазлы. И я вижу эту статью, уже написанную полностью. Я просто перевожу ее из головы, ее формат компьютерный. Что-то ты вдруг понимаешь, что-то узнаешь. Сейчас создается конструкция, модель в голове. То есть я ее переношу уже, грубо говоря, на бумагу. Но сначала я так думаю, что журналистика для меня это была, потому что негде было работать в Кузбассе. Там не было театра, негде было танцевать. Поэтому, собственно, я пошла писать какие-то там заметки. А потом это увлекло, и я опять же начала после человека для себя каждый раз открывать. Каждый раз нового человека, людей. Бабушка здесь постоянно ходит. Бабушка, а что у вас, какие-то проблемы? Да, с лекарствами со мной. Лекарства? Ну да. Мы тут тоже бабушку это узнаем. Тут бабушка, она тоже, как Ханов ходит с камерой. Эта бабушка чаще ходит с этим стаканчиком. Ну, может ей действительно надо. Это, скажем, примета нашего центрального района. Примета Первомальского сквера. Тимур Ханов с камерой и... Бабушка со стаканчиком, да? А вернуться к режиссерской работе, в театр тебе не хотелось? Ой, сказать тебе честно, не-а. Почему? А у меня нет вот этого образного мышления театрального. Я не театральный человек в плане того, что я не творец театральный. Я не вижу, что на сцене. Не вижу сценарий. Грубо говоря, не получается. Не получается. А зачем ты пошла учиться? Не знаю. Мы с подругой пошли, поступили и как-то... Ну, учиться мне очень нравилось. А вот именно быть демиургом сцены и складывать из пазла спектакль и руководить людьми... Во-первых, я скажу честно, за меня руковод хреновый, меня никто никогда не слушает. А-а-а. Вот. И у меня нет командного голоса, я не могу стукнуть, я не могу на человека надавить. И я даже, когда работала в Бийске, замглавного редактора, и когда вставала за главного редактора... Еще и в Бийске работала? Да, да. Меня помотало по этой жизни. Я люблю свою жизнь, собственно, очень сильно благодарна ей. И когда мне журналисты приносили откровенно, ну, скажем так, сырые тексты, глубоко говоря, на первую полосу, мне было даже неловко сказать им, что ты написал что-то не то. Ты правила и сама правила? Я сама и переписывала все. Знакомо. Да. Скажи, пожалуйста, а вот я всех спрашиваю, а вот как с тобой такой разговор пошел нестандартно. А ты из каких? Вот кто твои родители, какие твои корни? Ой, я сейчас скажу. У меня очень серьезная профессорская семья. Какая? Профессорская. Профессорская. Вот. У меня второй дед дядя, это знаменщик, директор Нигаика. То есть у меня достаточно такие серьезные геолого-геодетические корни. Мэри для геологи, Андрей Геннадьевич и Ирина Загидовна. Мама дагестанка, папа болгарин. Вот. А я немножко вот такая. Ты дагестанско-болгарская, русская получается. Еще и немцы на Шварцкопф у меня бабушка. Но это они все в Сибири встретились в 37-м году. Мы понимаем, да. У тебя профессия сибирячка. Да, да. Ой, не профессия, а националист. Вынужденная сибирячка, скажем так. Кстати, про геологов. Да. Моя первая рабочая профессия 41 год назад была в рабочей геологической партии. Ничего себе. У меня первая запись в трудовой книжке, я был рабочим в геологической партии. А где? С ней ГИМС. Понятно. Знаешь этот институт, но до сих пор такой есть даже под этим названием, по-моему. И летали, мы в Венки работали там. Это было очень интересно. Я с строителями жила в Пивеке, на Чукотке. Я с ними жила в Казахстане, потому что они мотались по всему Советскому Союзу. А не потому что у меня поисковики, именно геологи не камеральные, а именно геологи поисковики, которые зарабатывают месторождения. Потом у мамы с папой такая боевая совершенно юность, на лошадях, с карабинами. А сын у тебя чем занимается? Сын у меня гейм-дизайнер. Я его видел. Я с удовольствием увидел его. Какие у вас милые отношения. Об этом можно посмотреть в репортаже про свадьбу. Еще фотографии мы опубликуем. Да. Сын у меня прекрасный. Он сейчас занимается гейм-дизайнером. Он гейм-дизайном. Наконец-то нашел у себя и то, что он любит. Он разрабатывает игры, пишет к ним сценарии. Он очень хорошо пишет различные сказки и сценарии. Это, видимо, у нас как-то все в крови. Вот такой у меня мальчик. Я его очень сильно люблю. Ну здорово. По-моему, на уши ему рукой. Саша, Андрюша, Ян, я тоже вас очень люблю. И мне очень нравится, когда вы тоже смотрите, что делает папа. И хотя младший относится еще со скепсисом таким. Я бы, наверное, тоже относился в этом возрасте со скепсисом к тому, что получается. Но поддержка мне ваша очень помогает. Я думаю, что на этом мы, наверное, закончим прямую трансляцию. Похвалитесь. Так любят люди в нашем не юном возрасте. Так любят хвалиться взрослыми детьми. Да. Вот вырастите сами, детей вырастите, тогда и будете нас судить. Хорошо это или неплохо. Да, да, да. А вообще, на самом деле, ребята, заканчиваю интервью с Тимуром Хановым и с Наташей. Как ты теперь? Как тебя правильно называть теперь? Черновой, да. Черновой. Наташа Черновой. Я вам скажу, что возраст, вот как мы видели с Пашей людей, значения не имеет. Нет, нет, нет. Есть самочувствие, есть самоощущение. И если жить интересно, то какая разница, сколько лет назад ты получил паспорт. Это да. Всем спасибо. До свидания. А это наш любимый на Осибирске. Вот тут такие. Иди погладь, девушка, можете погладить. Нет. Погладить? Да, иди погладь, а ты сходуй ее. Бесплатно? Да, абсолютно бесплатно. Иди погладь. Спасибо. Пожалуйста, было предложено. Загадку загадаю тебе. Загадку загадаю. Загадку загадаю. Посмотрю. Сейчас я ее укину. Вот.